Злоумышленник. Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно тощий мужичонка в пестрединной рубахе и латаных портах. Его оброжье волосами, изъеденное рябинами лицо и глаза, едва видны из-за густых нависших бровей, имеет выражение угрюмой суровости. На голове целая шапка давно уже не чесанных, путанных волос, что придает ему еще большую паучью суровость. Он босс. — Денис Григорьев, — начинает следователь. — Подойди поближе и отвечай на мои вопросы. 7 числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов, проходя утром по линии на 141-й версте, заснал тебя за отвинчиванием гайки, кои рельсы прикрепляются к шпалам. — Вот она, эта гайка. С коговою гайкой он и задержал тебя. — Так ли это было? — Чего? — Так ли все это было, как объясняет Акинфов? — Зам, было. — Хорошо. Ну а для чего ты отвинчивал гайку? — Чего? — Ты это свое чего? Брось. Отвечай на вопрос. — Для чего ты отвинчивал гайку? — Каля б не нужна была, и отвинчивал бы, — хрипит Денис, косяц на потолок. — Для чего же тебе понадобилась эта гайка? — Гайка-то? Мы с гай грузила делаем. — Кто это мы? — Мы народ. Калейбовская его жеки, то есть. — Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком. Нечего тут прогрузила врать. — Отродясь, не врал, а то-то воро, — мормочет Денис, мигая глазами. — Да не, что, ваше благородие, можно без грузила. Ежели ты живца или выползка на крючок сажаешь, то не, что он пойдет к аду без грузила. — Вро! — усмехается Денис. — Черт ли в нем! В живце-то, ежели по верху плавать будет. О, кончук, аналим, завсегда над доною идете. А который, ежели по верху плавать, то тут разве только шалишпер схватит. — Да и то редко. — В нашей реке не живет шалишпер, эта рыба простор любит. — Для чего ты мне про шалишпера рассказываешь? — Чего? — Да ведь вы и сами спрашиваете. — А у нас и господа так лодят. — Самый последний мальчишка не станет тебе без грузила ловить. — Конечно, который непонимающий, ну, тот и без грузила пойдет ловить. Дураку закон не писан. — Так ты говоришь, что ты отвинтил эту гайку для того, чтобы сделать из нее грузила? — А на что же? Не в бабки же играть. Но для грузила ты мог взять свинец, пулю, гвоздик какой-нибудь. — Синец на дороге не найдешь, купить надо. А гвоздик не годится. Лучше гайки и не найдеть. И тяжелая, и дыра есть. Дураком каким прикидывается. Точно вчера родился или с неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Не догляди, сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов. Людей бы убило. Ты людей убил бы. — Господи, Господи, Ваш благородие, зачем убивать? Не, что мы не крещеные или злодеи какие. — Слава тебе, Господи. Господин хороший, век свой прожили. И не только мы шо убивать, но и мыслев таких в голове не было. Спаси и помилуй, царица небесная. — Что вы? — А отчего, по-твоему, происходит крушение поездов? Отвинти две-три гайки. Вот тебе и крушение. Денис усмехается и недоверчиво щурит. Наследуются ли глаза. — Ха. Ну, уж сколько лет всей деревней гайки отвинчиваем и хранил господь. А тут крушение. Людей убил. Если бы я рельсу унес или, положим, бревно поперек ей на его пути положил, ну, тады, пожалуй, своротило бы поезд. А то... — Тьфу, гайка. — Да ты пойми же, гайками прикрепляются рельсы к шпалам. — Это мы понимаем. Мы ведь не все отвинчиваем, а оставляем. Не без ума делаем. Поймаем. — Денис сливает и крестит рот. — В прошлом году здесь сошел поезд с рельсов, — говорит следователь. — Теперь понятно, почему. — Чего изволите? — Теперь, говорю, понятно, от чего в прошлом году сошел поезд с рельсов. Я понимаю. — На то вы и образованы, чтоб понимать, милости пцы наши. Господь знал, кому понятия давал. Вы вот и рассудили, как и что. А сторож тот ж мужик без всякого понятия хватать за шиворот и тащит. Ты рассуди, а потом тащи. Сказано, мужик, мужицкий и ум. Запишите также, ваше благородие, что он меня два раза по зубам ударил. И в гороуде. — Когда у тебя делали обыск, то нашли еще одну гайку. Ты это в каком месте ты отвинтил и когда? — Это вы, брату, гайку, что под красным сундучком лежала? — Не знаю, где она у тебя лежала, но только нашли ее. Когда ты ее отвинтил? — Я ее не отвинчивал. Ее мне Игнашка, Семена Кривого сын дал. Это я, брату, что под сундучком. А то, что на дворе в санях, мы вместе с Митрофаном вывинтили. — С каким Митрофаном? — С Митрофаном Петровым. Ничто не слыхали. Невода у нас делает и господам продает. Ему много этих самых гайк требуется. На каждый невод почитай штук десять. Послушай, тысяча восемьдесят первая статья «Уложение о наказании» говорит, что за всякое с умыслом учиненное повреждение железной дороги, когда оно может подвергнуть опасности следующей по сей дороге транспорт, и виновный знал, что последствием всего должно быть несчастье, понимаешь? — Знал. А ты не мог не знать, к чему ведет это отвинчивание. Он приговаривается к ссылке в кадрочные работы. — Конечно, вы лучше знайте. Мы люди темные. Конечно, мы понимаем. — Все ты понимаешь. Это ты врешь, прикидываешься. — Зачем врать? — Спросите на деревне, коли не верите. Без грузила только уклейку ловить. А на что хуже, пискаря, да и тот не пойдет тебе без грузила. — Ты еще про Шалишпира расскажи, — улыбается следователь. — Шалишпир у нас не водится. Пущаем леску без грузила, поехь воды на бабочку. Идет голавль. Да и то редко. Ну, молчи. Наступает молчание. Денис переминается с ноги на ногу, глядит на стол с зеленым сукном и усиленно мигает глазами, словно видит перед собой. Не сукно, а солнце. Следователь быстро пишет. — Мне идти, — спрашивает Денис после некоторого молчания. — Нет, я должен взять тебя под стражу и это слать в тюрьму. Денис перестает мигать и, приподняв свои густые брови, вопросительно глядит на чиновника. — То есть, как же в тюрьму? — Ваше благородие. Мне некогда, мне надо на ярмарку. Все горы три рубля за сало получить. Молчи, не мешай. — В тюрьму. Был б за что, пошел бы, а то так здорово живешь. — За что? — И не крал, кажись, и не дрался. — А ежели вы насчет недоимки сумлеваетесь, Ваше благородие, то не верьте старости. Вы, господина неприменного члена, спросите. Креста на нем нет, на старости-то. Молчи. — Я и так молчу, — бормочет Денис. — А что старость-то набрекал в учете? Это я хоть под присягой. Нас три брата. Козьма Григорьев, стало быть. Егор Григорьев. И я, Денис Григорьев. Ты мне мешаешь. — Эй, Семен, — кричит следователь, — увезти его. — Нас три брата, — бормочет Денис, когда два дюжих солдата берут и ведут его из камеры. — Брат за брат и не отечек. Козьма не платит. А ты, Денис, отвечай. Судия. Помер покойник, барин генерал, царство его небесное. А то показал бы он вам, судьям. Надо судить умеючи, не зря. Хоть и высики, но чтоб за дело, по совести. Ну а сейчас переходите к прослушиванию других аудиокниг, кликнув на одну из четырех ссылок, указанных на видео. На одной из ссылок вы также можете обнаружить уже прослушанную вами аудиокнигу, но уже с музыкальным оформлением. Приятного прослушивания.